СНН, США, Путин и Эрдоган заключили сделку по Сирии. Главный проигравший, США, Нейтан Ходж. СНН, США, 23 октября 2019 года. Москва, во вторник российский президент Владимир Путин и президент Турции Реджеп Таип Эрдоган провели встречу в южном курортном городе Сочи, в повестке которой стоял один вопрос – согласование завершающего этапа гражданской войны в Сирии, которая длится уже 8 лет. Два лидера сообщили о заключенном между ними меморандуме о взаимопонимании, негласная суть которого сводится к следующему – американцы не будут решать будущее Сирии. О чем договорились Путин и Эрдоган? Россия и Турция объявили о заключении масштабного соглашения, снимающего главную озабоченность Анкары по поводу присутствия курдских отрядов самообороны возле турецкой границы. Но в этом соглашении также нашло признание важное опасение курдов, что поддерживаемые турками сирийские повстанческие группировки могут начать кампанию этнических чисток против них и против других меньшинств. Согласно заключенному соглашению, начиная с полудня 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы войдут подразделения российской военной полиции и пограничники Сирии. В течение следующих 150 часов на 30 километров от границы должны быть отведены курдские отряды самообороны вместе с вооружением. С 6 часов вечера следующего вторника российская военная полиция и турецкие военнослужащие начнут патрулирование вдоль этой линии. Есть некоторые исключения. Город Камышлы не будет включен в эту 10-километровую зону. Кроме того, непонятно, распространяется действие соглашения на всю длину турецко-сирийской границы, или только на те районы, которые контролируют сирийские курды. В соглашении также признаются некоторые фактически сложившиеся реалии. Турция сохранит контроль над теми районами, которые она захватила в ходе вторжения на север Сирии. Что это значит для курдов? Курдам придется пойти на уступки. Соглашение предусматривает, что КОС или сирийские демократические силы, пользующиеся поддержкой США и состоящие в основном из сил КОС, пойдут на уступки за пределами нынешнего района конфликта. По условиям соглашения КОС должны покинуть города Маньбитш и Талерифат. Сделка также подразумевает, что у курдов появился новый гарант. После того, как президент Дональд Трамп по сути дела бросил их на произвол судьбы, внезапно приказав американским войскам покинуть Сирию и оставив курдов без защиты перед лицом турецкого наступления, эту роль предстоит играть русским. Теперь Москве придется отправить в Сирию дополнительные войска и технику, так как круг задач у нее расширился. Но российских войск на местах очень мало, и поэтому у курдов не останется выбора, и они будут вынуждены пустить в свои районы сирийских военных, которые пользуются поддержкой России. Кто выиграет, а кто проиграет от такой договоренности? Путин и Эрдоган стали главными геополитическими вершителями судеб в этом регионе. Турция и Россия поддерживали противоборствующие стороны в сирийской гражданской войне. Москва оказывала авиационную поддержку сирийскому президенту Башару Асаду, а Турция помогала повстанческим группировкам, стремившимся к свержению режима. Но Путин и Эрдоган по всей видимости отдают предпочтение такому исходу событий, где не будет перекройки внешних границ, что приводит в уныние сепаратистские движения, с которыми сталкиваются обе страны. Путин заявил, что Россия и Турция договорились отстаивать суверенитет и территориальную целостность Сирии, и теперь он может превозносить это достижение как успех своей внешней политики. Для Путина в этом есть еще один плюс. Москва добилась того, что Анкаре теперь придется вести переговоры непосредственно с режимом в Дамаске. Российская авиация переломила ход войны в пользу Асада. Но Анкара добивалась такого результата, который устранил бы серьезную угрозу ее национальной безопасности, какой она считает связанную с коссепаратистскую курдскую рабочую партию. Турция и Соединенные Штаты относят ее к террористическим организациям. Ставки для сирийских курдов невероятно высоки, и пока совершенно не ясно, как будет работать на практике российск-турецкое соглашение. Соглашение также не дает ответа на вопрос о том, как Турция и ее марионеточным силам относиться к курдским вооруженным формированиям, оставшимся внутри новой буферной зоны. Любые бесчинства против курдского гражданского населения будут по сути дела расцениваться как провал Москвы, что остается США. Больше всех в геополитическом плане проиграли Соединенные Штаты. Из-за быстрого ухода американцев курды остались без защиты, и это был настоящий подарок для Путина. Российские журналисты, попавшие на брошенную американскую военную базу, использовали этот момент по максимуму, сделав из него историю о поспешном бегстве и ослаблении американской мощи. А заключенное во вторник соглашение еще больше усилило унижение. Российский министр обороны Сергей Шойгу по сути дела объявил, что американцам пора покинуть Сирию. Шойгу сказал, что у США осталось менее двух часов на выполнение условий соглашения прекращения огня, которое на прошлой неделе заключили Эрдоган и вице-президент Майк Пенс. Пенс заявил, что в рамках достигнутой договоренности США отменят введенные на прошлой неделе против Турции санкции, сделав это после того, как будет заключено постоянное перемирие. Во вторник вечером Шойгу сказал, что у американцев есть 1 час и 31 минута, чтобы убраться из Сирии. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.